Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы По-Стариковски. В этой программе мы разговариваем с интересными собеседниками о самых насущных вещах. Сегодня мы решили поговорить о том, что такое социализм. А наш собеседник это Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права. Здравствуйте, Михаил Васильевич! Здравствуйте, Николай Викторович! Давайте начнем с самого главного вопроса, потому что разночтений очень много. Что такое социализм? Значит, если мы будем отвечать на этот вопрос, исходя из того, кто что придумал, то мы получим море всяких ответов. Если мы хотим научное и изначальное значение рассмотреть, надо, наверное, понимать, что под социализмом понимали Маркс, Энгельс и Ленин. А что, был еще какой-то другой социализм? Да, у нас сейчас шведский есть, немецкий и так далее, национал-социализм и так далее. У нас тогда много чего наберем. Классический. Классический социализм. Что такое социализм? Во-первых, социализм, самое короткое высказывание о нем, это коммунизм. Вот здесь, я думаю, что наши зрители сейчас... Вздрогнули. Ну, не вздрогнули, а несколько удивились. Они удивились, но на самом деле, если мы будем переводить эти иностранные слова на русский язык, социо – это общество. Социо – все знают, социальные, говорят, социальные нужды, социальные условия – это все общественное. А коммунизм по-французски тоже означает общество. Поэтому речь идет о том, что социализмом или коммунизмом можно назвать только такое общество, в котором собственность общественная. И другой собственности нет. Частной собственности нет. А что такое частная собственность? Если какая-то часть общества, например, 90%, вот она уже живет хорошо, а 10% плохо. Это значит, нет общественной собственности. То есть, общественная собственность означает, что все производство действует в общественных интересах. И принадлежит всему обществу. И принадлежит, естественно, всему обществу. Есть ли еще какие-то критерии того, которые помогут нам понять, социализм это или не социализм? Да, это вот. И поэтому я и сказал, что это не определение социализма. Это первая мысль о социализме, которая должна быть у всех, кто на этот вопрос наталкивается или в обсуждении, или при рассмотрении, что это коммунизм. Если это не коммунизм, то это и не социализм. Но какой коммунизм? И вот по этому поводу есть очень точное и четкое разъяснение у марксов в критике годской программы, и у Ленина потом в государстве и революции. Что поскольку из капитализма рождается этот коммунизм, правильно? Значит, он при рождении, он имеет родимые пятна. Капитализма. Да. Можно сказать, если это немножко, так сказать, разукрасить, что мама коммунизма – это капитализм. Он же рождается из капитализма. А если бы Гегель говорил по-философски, он бы сказал, что это уже в снятом виде капитализм. Он отрицает, но удерживает то, что это те завивания, которые были при капитализме сделаны. Михаил Васильевич, я продолжу ту интересную аналогию, которую вы сказали. Получается интересно, да? Кто породился? Социализм появляется из идеи коммунизма. Он не из идеи появляется, он появляется из капитализма. Коммунизм появляется из капитализма. Капитализм – мама. А коммунизм – папа. А коммунизм – нет, не папа. И получается, не папа? Нет, это дитя. Ну, хорошо. Он порожден капитализмом. Появился из капитализма, и он несет определенные черты, да? Да, родимые пятна, прямо говорит, родимые пятна. В экономическом, нравственном и умственном. В экономическом, нравственном и умственном. Если бы мы последние два вычеркнули, но если он в экономическом несет, то поскольку экономика решающая, будет и в нравственном, и в умственном. То, что совершенно не характерно, а противоположно коммунизму. То есть, вот такой коммунизм, который только еще вышел из старого строя и во всех отношениях несет отпечаток того строя, из которого он вышел, называется социализмом. Вот и все. Вот и все. Это единственное научное понимание социализма. Все остальное, всякие сказки про шведский социализм, социализм про национал-социализм, про какой-нибудь новый социализм, или социализм 21 века, которые, значит, товарищи проснулись, в 20 веке они революцию не успели сделать, у них 21, а потом проснулся. Это что за товарищи? Это товарищи из Латинской Америки. Они очень гордятся, что у них будет революция 21 века. Ну, тогда в Эстонии где-нибудь социализм будет 22 века. Да, 23, 24. Короче говоря, если вы позже родились, то, естественно, у вас уже позже и век вашего. Михаил Васильевич, вопрос, который мы уже обсуждали с нашими гостями. Сразу. В Советском Союзе был построен социализм? Да. В Советском Союзе был в середине 30-х годов построен. Это что означает? Что частная собственность не образовывала никакого уклада. У нас было, между прочим, после революции пять укладов. Частно хозяйственный капитализм оставался после национализации. Значит, госкапитализм – это государственное предприятие, которое как бы уже государственное, и государство пролетарское, а действуют они в техийном рыночном море. Что-то очень напоминает сегодняшнюю ситуацию. Вот точно так же, как в нашем государственном секторе. Вот точно Газпром, Ростехнологии и так далее. То есть, они накачивают себе зарплаты, соответственно, прибыль отдают государству уже маленькую, а зарплата миллионная. Ну, скажем, в Роснефти 30 миллионов. И, так сказать, прекрасно живут. Это госкапитализм. Еще, значит, был уклад у нас мелкотоварный. Это мелкая буржуазия. Мелкая буржуазия – это вот мелкий бизнес. Это хозяйство ведет своими руками, но на рынок. Самозанятый по сегодняшнему. Самозанятый, сам чем-то занят. Самые страдальцы. И патриархальные. Я сам огурец вырастил, сам и съел. И все. Мне, кроме подсолнечного масла и соли, которую я иногда закупаю, больше мне ничего не надо. Вот пять укладов было. Когда, значит, социалистический уклад трудами товарища Сталина и у вас, товарищ, сотоварищей, из плана, так сказать, построения социализма, который был, так сказать, Лениным намеченный, превратился в реальность. И начиная с первой пятилетки, с 28-го года, у нас появились планы годовые и пятилетние. И у нас, представьте, темпы были 20% в год. 20%. А сейчас рассуждают на 0,1-0,1-0. Михаил Васильевич, как говорится, давайте не будем о грустном. Сейчас действительно плана не хватает. Но мне хотелось бы точный год построения социализма в Советском Союзе. 35-36, середина. То есть 35-35 и как раз... Построение социализма означает ничто иное. Конституция к этому не имеет. Никакого отношения к построению социализма. Фиксация может быть. Это фиксация. А построение социализма, это означает, что собственность на все средства производства теперь общественная. Нет у нас целого уклада, но отдельные кустари есть, они в Конституции записаны. Частный труд допускается. Допускается частный труд. Допускается. Но вовсе не образует никакого уклада. То есть, собственность общественная. В какой форме? В двух. В государственной и кооперативно-колхозной. Это я помню, учил на уроках политэкономии. А я вот тоже учил и разобрался недавно, можно сказать, в этом году в этом вопросе. Почему? Как вот это все устроено, когда Сталина прочитал? Потому что все говорят, что вот земля, она ее государство передала крестьянам. Нет. Нет, земля государственная у нас была при Сталине и при социализме. Бессрочное пользование. Пользовался. Пользовался, пожалуй, раз. Бессрочное, безвозмездное пользование. А вот техника вся была в машино-тракторных станциях и в этой системе. И вот те машино-тракторные станции обеспечивали основные сельхозработы. И пахоту, и посев, и обработку, и обмолот, и прочее, прочее, прочее. А вы там можете вот куры, овцы, козы и так далее, и мелкие хозяйственные постройки, это колхозы. Колхозы участвуют в этом самом труде совместно с машино-тракторными станциями. И таким образом можно с ними иметь определенный договор. Мы вам обрабатываем, вы нам по контрактации даете продукт. Поэтому производство в колхозах шло в общественных интересах. И в городах в общественных интересах. И все в интересах рабочего класса. То есть, общественная собственность. Михаил Васильевич, мы с вами выяснили, что социализм в Советском Союзе был построен в середине 30-х годов. Вопрос. После смерти Сталина это все еще был социализм? Да. Все еще был социализм. Все время. В Советском Союзе, в принципе, все время был социализм. Ну, и все время. Прямо вплоть до 91-го. Нет. До 61-го. До 61-го. Да. А в 61-м году. Причем в 61-м году уже началось как бы планомерное разрушение социализма. И партия уже перестала быть коммунистической. Это при Хрущеве. При Хрущеве. Она, так сказать, и объявила, что диктатура взрята долой. Цель производства долой. Цель производства какая была записана? В первую, в вторую программу. Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, а не некоторых. А что стало? А стало все более полное удовлетворение растущих потребностей. У вас потребности растут? Если выпивки, пейте. Это практически сегодняшний день. Потребительство? Да. Вот это потребительство и пошло. То есть, выбросили задачу развития человека, причем каждого человека. Если не каждого, то это не общественная собственность. То есть, общественная собственность обеспечивается тем, что в интересах всех членов общества идет производство. И это производство понижает затранты, потом увеличивает свободное время. А свободное время – это время для свободного развития. А если этого нет, то нет и социализма. И вот начиная с 1961 года, с предательства КПСС, начинается переходный период уже. У нас был переходный период к социализму от 1917 года до 1935. А с 1961 по 1991, 30 лет, это переходный период от социализма. Назад к капитализму? К капитализму. И понятно, что очень многие такие явления, которые характерны для социализма, еще долго-долго существовали. И при Брежневе, хотя уже при Брежневе дальше дело пошло. Уже рабочий класс, если раньше была диктатура притрята, то я в этот период был молодой КПСС-ученый и писал про рабочий класс. Если я напишу руководящего рабочего класса, вычеркивают. А что нужно было писать? А я написал рабочий класс руководитель, а ведущего нет. А писали ведущий уже. А вот если я ваш начальник, ведите меня, пожалуйста, туда. Вот у вас будет ведущая роль, а меня будет руководящая. То есть, уже ведущую сделают. А ведущий – это гегемон. Гегемон и сидят впереди. В нашей студии все равны. Вот что я хотел вас узнать. Социализм, он может быть разным? Или есть какая-то классическая модель? Модели нет. Есть сущность социализма. Это же сущность. Это же историческое явление. Это форма производства. Это общественная экономическая формация. Коммунистическая общественная экономическая формация на первом этапе его развития, когда классы еще полностью не уничтожены. Деление на классы имеется в виду. Ну, то есть, социализм – это первая ступень в движении к коммунизму. Не к коммунизму, а первое движение самого коммунизма. Самого коммунизма. Да. Хорошо. Вот коммунизм родился с родимыми пятнами в экономическом отношении. Вот, например, распределение по труду остается. Там неравенство. Справедливости и равенства, писал Ленин про социализм. Первая фаза коммунизма дать не может. Неравенство остается. И неравенство несправедливое. Почему? Один, значит, болен, другой здоров. Один имеет большую семью, другой маленькую. А платят одинаково. Михаил Васильевич, вы часто цитируете Владимира Ильича Ленина. Скажите, пожалуйста, а при Ленине не был построен социализм? Нет, конечно. Да, Ленин умер в 1924-м. С 1922 года он уже фактически не руководил. В 1922 году Сталина, так сказать, он предложил генеральным секретарем. То есть, строительство социализма – это заслуга Сталина? Непосредственное строительство социализма – конечно, заслуга Сталина. Непосредственное строительство. Он руководил строительством социализма. Но, можно сказать, что это заслуга рабочего класса, и его партии, и в том числе. Безусловно. Конечно, Сталин не один строил социализм, но все-таки мы не будем говорить, что он, вопреки Сталину, победили в войне вот эти глупости. Мы-то не будем, но такую глупость-то ведь пишут. Благодаря Сталину социализм был построен. Социализм так трудно его построить, что тут даже если все силы напрягаешь, это очень сложная вещь. Михаил Васильевич, предлагаю выйти за границы Советского Союза. Не нарушать границу, а мысленно сейчас перенестись за границы нашей великой страны. И не надо визу получать. Где еще был построен социализм? Социализм был построен в Болгарии, в Албании, в Польше, в Румынии. То есть, во всем? Не во всем. Польша сказала, мы не будем коллективизировать сельское хозяйство, поэтому она осталась в переходном периоде. И так она сидела в переходном периоде к социализму, а потом ушла обратно в капитализм. Югославия, Тита? Югославия объявила, что собственность будет коллективов. А если собственность коллективов, то это значит не общественная собственность, а собственность именно групповая. А групповая собственность – это много частных собственностей. От того, что у вас в компании 50 или 100 или 1000 человек, от этого она не перестает быть частной собственностью. Вот и все. Поэтому социализм в Югославии построен не был. Вот видите, как интересно. А в Китае не был построен социализм. В Корее построен социализм сравнительно недавно. Михаил Васильевич, я все-таки хотел вернуться к... К европейским странам. К Югославии. Нет, потому что... Да, к Югославии. Образилию мы тоже сейчас поговорим. Смотрите, социалистическая федеративная республика Югославии. Название-то я придумываю. По вашим словам, она была не социалистическая, а через некоторое время она перестала быть федеративной. Нет, она была социалистической. Слово социалистическое не означает, что построен социализм. Если в государстве установлена диктатура пролетариата, страна называется социалистической. Это значит, что есть все необходимое. Для того, чтобы строить социализм. Но они не построили его. Поэтому социалистическая страна вернулась назад в капитализм. Вот и все. А в Китае? А в Китае она остается. Социалистический социализм там не построен. Там 13-й пятилетний план выполняется. 55% ВВП производится на государственных предприятиях. Частный сектор очень сильный и очень мощный. Но, что другие или не знают, или замалчивают сознательно, значит, на каждом капиталистическом предприятии есть партийная организация, которая осуществляет контроль за производством. Развивать производство, пожалуйста, уничтожать производство нельзя. Но получается странная ситуация. Страна называется социалистической. Есть большая коммунистическая партия, а социализм не построен. Ничего странного тут нет. У нас Советский Союз был социалистическим с 17-го года. Там был Ленин, вождь, так сказать, всего мирового пролетариата. И страна была социалистическая. Социализм не построен. И при Ленине не построен. И при Сталине был построен только в 1936 году. Все-таки за два десятилетия его построили. А в Китае что-то затянулась стройка. Там на стройке миллиард четыреста миллионов. Если бы у вас на стройке было столько народу, они бы... То есть, думаете, запутались просто? Они бы нас съели, потому что столько людей накормить, это страшное дело. Михаил Васильевич, а китайские коммунисты, они вообще социализм-то строят? Строят. Когда начались эти Горбачевские времена, там объявились такие же генеральные секретари в Китае. Первый был Ху и Абан. Михаил Васильевич, вы так интересно рассказываете, но мне хочется спросить все-таки, что скрывается за некоторыми красивыми названиями. Потому, что многие люди сегодня не читали не то, что Маркса и Энгельса, они не читали Ленина, Сталина, вообще не представляют, что такое социализм. И поэтому говорят там, шведский социализм. Значит, никто не может запретить человеку называть социализмом, что ему захотелось. Но является ли это социализмом? Является. Потому, что там в Швеции частная собственность и капитализм. Только там, скажем, норма прибыли чуть-чуть поменьше, а это значит, что зарплата чуть-чуть повыше. То есть, когда делят созданную стоимость между рабочими и капиталистами, то там пропорция другая в пользу рабочих больше, чем в других странах. Поэтому это называют почему-то от радости товарищей, которые это видят, социализмом. А я даже скажу вам, почему они так называют. Для них конкретно, у кого высокая зарплата в Швеции, для них конкретно, они считают, уже наступил социализм. А что происходит за, так сказать, их миром, за их зрением, их не интересует. Вы же меня спрашиваете, что на самом деле научно, а что считают? Вы можете считать, что я крокодил. Хорошо. Значит, со Швецией мы разобрались. Никакого скандинавского социализма не существует. Я слышал такую точку зрения, что социализм построен в Японии. Нет там никакого социализма. Там еще император Хирохита. А при социализме император... По-моему, в Румынии начинали строить социализм после Второй мировой войны. И там король еще был, Михай. Сначала еще был. Да, король комсомолец. В Болгарии Михай был, по-моему, нет? Нет, Михай был в Румынии. В Румынии. Король комсомолец. И товарищ Сталин наградил его орденом победы. Ну, они сначала воевали вместе с немцами, против нас. А потом от них отошли и стали нас поддерживать. Поэтому мы к ними такие отношения завязали. Но, наверное, всем известно, что именно в этих странах особой борьбы, такой, какой пришлось русскому народу провести и народам Советского Союза за свою власть, за власть рабочего класса, не надо было вести. Там стояла Красная Армия. Так, опять же, мы за них поборолись. Мы за них поборолись. Да, во многом. Поэтому то, что дается ни своим трудом, ни своей крови легко, очень отдается. Вот мы это и наблюдали. А вот там, где сами боролись, потому что боролись на Кубе сами, и поэтому там социализм... А на Кубе социализм? Там был социализм, но они пошли назад, они 10 миллионов рабочих перевели в самозанятых, то есть, в мелкую буржуазию. Поэтому там опять переходный период от капитализма к социализму. Или от социализма к капитализму. Посмотрим, что там победит. Можно запутаться. Михаил Васильевич, Северная Корея. Северная Корея, в ней социализм построен. Но вы знаете, сейчас рисуют в СМИ очень такой неприятный образ Северной Кореи. Я там был две недели, очень приятно там было. Это страна утренней свежести. Такое она мне... Врут? Врут. Один тот заместитель Центробанка туда поехал и снимки показывал по телевидению прекрасной жизни Северной Кореи. Врут просто, в наглую врут, и все. Домечательная такая жизнь. То есть, получается, сегодня социализм на планете Земля только в Северной Корее? Северной Корее, да. А Вьетнам, например? Он строит социализм. Там же страшное дело. Там же, так сказать, такие потери они понесли в войне с Соединенными Штатами Америки. Но они захватили юг, который был частный. Поэтому и там вообще надо поднимать города и заводы. Поэтому там идет строительство социализма. Страна социалистическая, социализм не построен. У нас страна была социалистическая, социализм не построен. С 17 по 36-й. Даже был хороший такой термин. Страна социалистического выбора. Нет, выборы не хорошие. Как будто можно что-то выбирать. Сидишь, выбирать можно картошку, капусту или... А вы знаете, мне кажется, что некоторые, пусть не обижаются в сегодняшних условиях, африканские страны вот так сидели и выбирали. Подумали, давайте выберем социализм, потому что Советский Союз даст нам все, что нам нужно. Нет, они выбирали не социализм. Они выбирали помощь от Брежнева. Приедут, скажут, мы страна социалистического выбора. Социалистическая ориентация. Да. И вот так протянут. И дадут им деньги. А потом летят в Вашингтон и говорят, мы страна капиталистического выбора. А они вообще ничего не говорят. Там не дают так просто. А у нас Горбачев раздавал вот так. Вы простите, Брежнев. Горбачев раздал свою страну. Он свою страну раздал. А эти деньги своей страны раздавали. Так просто. Под названием. Я предлагаю еще раз подытожить признаки, по которым простой человек может понять, социализм, не социализм. Значит, первое и главное условие, насколько я понял, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, это общественная собственность на средства производства. Как только она есть, вы можете ее называть. Хотите социализмом, хотите коммунизмом. А если коммунизмом, то он неполный. То есть, никакой частной собственности на средства производства при социализме быть не может. Может быть, только она и образует уклад. Единицы. Вот вам ботинки могут чистить или какой-нибудь ремонт. Ну, это все-таки не средство производства. Вот это в Конституции было написано, допускается частный труд. Это в 36-й Конституция Сталина. Это действительно очень интересно. То есть, основу заставляет, общественную основу. А это мелочно, не в счет. Хорошо. Второй пункт. Социализм был построен в Советском Союзе при Сталине примерно в 35-м году. И дальше в Советском Союзе социализм, согласно вам, существовал до предательства Хрущева. От 1961 года. Хотя предательство готовилось уже, как мы знаем, с 56-го года. Понятно. И смерть Сталина тоже требует пристального внимания. И после 1961 года в Советском Союзе начался откат. Переходный период от социализма к капитализму. В 1991 году он благополучно закончился. У нас сейчас капитализм. Никаких шведских социализмов не существует и не бывает. Японские тоже. Вы можете, могут меня назвать, скажем, слушатели. Чем хотят. Как угодно. Ну, этим, мне кажется, некоторые изощренные политики в разных государствах любят слово социализм для того, чтобы вводить в заблуждение электора. Если мы вспомним историю, то в 2014 году все социалистические партии, за исключением большевиков, все пошли на службу капитализму. И проголосовали за военные кредиты. Их депутаты, парламент. Так что слово социализм испачкало очень сильно. Слово социалистическое очень сильно испачкало. Третий пункт того, что мы сегодня с вами выяснили. Сегодня социализм построен в Северной Корее. И все. В Китае его строят, как и в Лаосе, как и во Вьетнаме. Как и теперь на Кубе. Но на Кубе его уже в другую сторону строят, похоже. Переход обратно к капитализму начался. Ну, начался, да. Начался. Но и неизвестно, чем дело закончится. Переходный период. Переходный период же там противоположные течения. Михаил Васильевич, а у нас переходный период от к первой части программы, ко второй. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Михаил Васильевич, у нас сейчас такая вторая часть, которая называется Блиц. Я задам вам пять вопросов. Ну, и прошу вас по возможности с большевистской прямотой дать пять ответов. Обещаю. Так, вопрос первый. Я, готовясь к нашей программе, почитал о вас, как говорят, в интернетах. И цитирую, что я там прочитал. Кавычка открывается. Последний человек, получивший в СССР степень доктора философских наук по этой специализации в 1987 году, после чего данный сектор в Институте философии и Академии наук был закрыт. Конец цитаты. Возникает у меня двойной вопрос. Что же произошло и что такое по этой специализации? По какой? А специализация называется 09002 – теория научного коммунизма. Вот я доктор философских наук по специальности 09002 – теория научного коммунизма. Вопрос такой. Мы с вами обсуждаем не только теоретические основы коммунизма, по которым, наверное, равным вам уже в сегодняшней философской школе, мне кажется, и нет. Спасибо за комплимент. Комплимент – это дополнение, которое неизвестно, соответствует или нет. С известной долей издевки. Наши зрители оценят. Хорошо. Итак, но есть у нас Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ, которая выдвигает на выборах президента Российской Федерации человека, господин Грудинина. Товарищем его назвать сложно. При этом Центральная избирательная комиссия говорит, что у него есть счета за рубежом, в офшорах, и вообще-то он владелец предприятия, которое называется совхоз имени Ленина. Вот именно так. Не совхоза, а коммерческого предприятия, которое называется совхоз имени Ленина. Но вы мне сразу два вопроса задаете. Я тогда вам два ответа буду давать. Во-первых, КПРФ давно не коммунистическая. Она не коммунистическая, потому что она главное из коммунистического учения, учения о диктатуре предприятия и выбросила, и не вернула. А потом одна вот, один прекрасный момент, она вдруг решила заговорить о диктатуре предприятия на переходный период. А у Хрущева было уже при социализме. А у них в программе-то есть строительство коммунизма? Нет, у них нет. А строительство коммунизма у них есть. Есть все-таки. Потому, что я читал все-таки, скажу, экономическую программу московского горкома КПРФ. Там нет слова коммунизма вообще. Ну, они о коммунизме говорят. Но у них есть шарфы, на которых написано «Народовластия». Это и есть предательство этого самого. Подожди. У них все-таки собираются строить коммунизм или собираются носить шарфы с надписью? Они собираются носить шарфы, потому что они легальные, так сказать, коммунисты, которые представляют свою оппозицию и его величества. То есть, они прекрасно живут. Они сидят в Думе. Они получают деньги, как партия, которая много голосов имеет на выборах, они в таком положении будут существовать. Третий вопрос вытекает из второго. Михаил Васильевич, как можно отличить демагога от истинного коммуниста, строителя коммунизма? Потому, что левых сейчас в интернете очень много. Вот как отличить? Значит, только изучая людей гениальных. Я бы на этом остановился. Потому, что даже гениальных не успеешь изучить. А считают люди черти кого. Михаил Васильевич, боюсь, ваш ответ сейчас расстроил очень многих. Нет, я сейчас хочу вам привести пример. Поскольку есть люди молодые, не в таком возрасте, как я. Они говорят, ну, это все изучить, так много, тяжело. Вот сейчас на канале Академия смыслов Лоббио его руководитель Марат Вудовиченко решил взять и читать Ленина по тому в неделю. Вот сейчас 12-й том мы с ним обсудили. На этой неделе, в пятницу, будем обсуждать 13-й том. Он собирается этих всех, так вот, 45 томов произведений. Михаил Васильевич, конечно, Ленина надо читать. Я сам это делаю не каждую неделю, но пытаюсь. Потому, что Ленин достаточно сложный. А разница в том, что это подряд. Подряд, значит, в развитии. Как развивались события. Дело не в Ленине, а он просто гениальный. А нельзя скажут коротенько? Минут на 20 ролик посмотреть и после него видеть, кто настоящий левый, а кто псевдо? Коротенько, я, например, сделал такую книгу, которая называется «Главное в ленинизме». Это коротенько, вот так. Там можно это посмотреть. Все равно, если люди это запомнят и будут изучать, это будет догматизм. А человек должен видеть, как развивалась история. Вы же меня как раз по ходу истории все время спрашивали. Совершенно не догматически. А где развитие социализма? А где построение социализма? Это важно. Поэтому, если люди не хотят быть догматиками, надо изучать исторически, как это было. Но историю бывает изучение по плохим книжкам, а лучше по книжкам гениальным. Ленин надо читать. Хорошо, Михаил Ильич. Ответ принимается. Дорогие друзья, для того, чтобы разбираться в серьезных вопросах, а вопросы идеологии – это самые серьезные вопросы, которые только могут быть, надо действительно читать первоисточники маленькими, короткими роликами. К сожалению, вряд ли вы отличите того, кто действительно хочет сделать что-то хорошее для трудящихся, а кто просто носит такие левые одежды. Следующий вопрос. Вопрос, как говорится, личного порядка. Мне действительно хотелось спросить у того, кто разбирается в марксизме и ленинизме. Поэтому я его даже прочитаю, чтобы смысл оказался понятен. Скажите, пожалуйста, правильно ли сказать, что построение социализма не может и не должно быть целью движения, которое называет себя коммунистическим или социалистическим? Конечно. Конечно. То есть, если вы социалист или коммунист, вы ставите себе цель коммунизма, правильно? Полный коммунизм. Коммунизм у нас уже есть после того, как построен социализм, уже построен коммунизм, но не полный. Но не полный. А если движение ставит целью строительства именно социализма, то оно не социалистическое, не коммунистическое? Да, и все. Если вот и все, то значит, это будет откат назад. А на этом, дорогие друзья, вторая часть нашей программы «Блиц» подошла к концу. Третья часть нашей программы – это вопрос от наших уважаемых зрителей. Михаил Васильевич, мы сейчас с вами обсуждали социализм. Как говорится, покрутили его с разных сторон. Вспомнили, что это такое. Когда он был построен, когда началось движение в обратную сторону, то есть откат. Вспомнили ленинскую формулу «шаг вперед, два шага назад», но вы сказали, что это не ленинская формула, а он, наоборот, эту формулу критиковал. Михаил Васильевич, вы жили при развитом социализме, да? При Леониде Ильиче, при Михаиле Сергеевиче. Вы защитились. Вот то, что мы с вами выяснили, были последним, кто получил определенное научное звание, научную степень. Скажите, пожалуйста, вот в этот период, когда у нас, по вашим словам, шел откат от социализма к капитализму, а можно было двигаться вперед все-таки к социализму? Можно. Можно, потому что я бы даже, если взять тот подход, который вы взяли, где я жил. Вот я с 45-го года рождения, значит, я, во-первых, родился уже при построенном социализме, при социализме. Так, если в 61-м году начался переходный период к капитализму, до 61-го года я прожил при социализме немало, 16 лет при социализме. И жил при певающих. А вы знаете, что интересно, я просто перебью вас на секундочку, я вдруг понял созвучности. Когда началась перестройка, мне тоже было 15-16 лет. Ну, вот видите как. Вот, а потом, а потом, после этого начался переходный период, что я теперь понимаю. А тогда я не очень это понимал. Михаил Васильевич, вот в изучении философских истин и истоков вы как далеко все-таки ушли? Дальше ведь у Гегеля тоже надо глубже копнуть, а там еще глубже. Не надо глубже, потому что... Глубже Гегеля не надо? Не надо, потому что у него это все отдельные работы, а у него система. Он построил первую диалектическую систему. Диалектическую систему, она единственная. Хорошо, Михаил Васильевич, я предлагаю на этом нам сегодня с вами остановиться, но договориться о том, что мы с вами обязательно вернемся к этим вопросам. То вдруг люди замочаются от наших. Дорогие друзья, на этом наша программа по-стариковски заканчивается, но самое главное, Михаил Васильевич дал нам важный совет. Глубже Гегеля не надо. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова